Not enough. Не прелюбодействуй. Некоторые комментаторы, то есть большинство комментаторов понимают прелюбодеяние как связь с чужой женой. То есть прелюбодеяние, не «уф», это связь мужчины с чужой женой, с женой другого человека. Или связь замужней женщины с мужчиной, который не является её мужем. В более широком смысле комментаторы толкуют все запретные связи, половые связи, как не «уф». То есть слово вообще «наф» означает перецепиться крючком, вцепляться, то есть придумывать крепления, которых нет, устанавливать связи, которые не существуют, новые молекулярные связи. То есть не то, что Господь соединил, человек не только разъединяет, а человек вклинивается между, и нарушает, так скажем, баланс. Но это можно отнести к тому, что если я вдруг подумал, что Сергей Сергеевич мой лучший друг, и зачастил к нему в гости, а там вообще никак, уже перестали даже дверь открывать. В более широком смысле можно, да. То есть можно цепляться к людям, которые тебя не хотят, которым, ну, как сказать, усыновляться у людей, которые не должны у тебя находиться. Или делиться с твоими бедами с другой женщиной, не пойти домой поговорить с супругой, да? Это такое очень опасное, вот когда мы читаем про Юсефа, да, она же говорит, сначала поговори со мной. То есть ведь отношения супружеские, заветные отношения — это не только секс, это много чего ещё, много чего ещё. Можно плакать на плече о том, какая у тебя непонимающая жена. И упаси Бог, нет никаких мыслей, да, но это разделяет семью. Это обязательно где-то, вот эта зацепка, где-то даст трещину в семье жалующимся. К сожалению, такое существует. К сожалению, такое существует, да. Очень важно, снова, чтобы в семейной жизни, опять-таки, супруги имели возможность разговаривать друг с другом. Озвучивать всё абсолютно. Озвучивать всё абсолютно в духе, опять-таки, уважения и рассчитывая на уважение. Даже если это выглядит как-то несносно, да? Даже если это выглядит как-то несносно. То есть может быть, что какая-то твоя привычка тебя раздражает. Может быть, что наоборот, ты можешь сказать, милая моя, я бы так хотел, чтобы, когда я прихожу с работы, мы с тобой, чтобы не было, 15 минут сидели вместе пили чай и разговаривали о том, о всём. Потом свободно, да, и как бы, когда есть дети, это трудно, да, но если жена понимает, что это для тебя важно, важно, как-таки, особо вага, да, то она тебя уважает и изыскивает способы это делать. То есть забота о нужде другого человека, о том, что для другого важно, это важно. При этом не накапливание каких-то ссор, споров и так далее, а открытый прямой разговор. Это начинается, я тебе скажу, начинается ещё, ну в иудаизме есть такое понятие «шедухи». Там девушка встречается с мальчиком 3-4-5 раз, потом она говорит «да-да», «нет-нет». А девочки часто спрашивают, меня спрашивают, девушка спрашивает, я иду с парнем, как мне себя вести? И я говорю, как мне себя вести? То есть ты прежде всего возьми на свидание с парнем саму себя, то есть той, какой тебе комфортно. Если ты разговорчивая, говори, если ты молчаливая, помалкивай, если ты инициативная, проявляй инициативу, если ты ведомая, ну ведись куда-то, да, если ты заботливая, заботись, чтобы человек видел, что ты есть. И с этого момента, но уже в самом начале, подавая себя, человек делает какую-то маску, потом через эту маску трудно говорить, и вот два человека живут, и у них брак актёрский часто бывает. Это надо менять и говорить, садиться и говорить. Говорит, дорогой мой, я безумно счастлива, что я вышла за тебя замуж. Я тебя очень люблю, я дорожу каждую секунду. Ну вот твоя привычка бросать носки посреди кухни, когда ты приходишь с работы, ну она меня душит, я не могу, я не хочу на тебя раздражаться. Я понимаю, что ты так привык, я понимаю, что ты считаешь, что это важно, это важно мне, попробуй. А тот уже привык, и его нужно тоже начинать как в субботний день. Помнить, что для жены это важно. Вес вот этот за него должен давить. И тогда придёт, ну это очень, как сказать, многопланово всё, да, то есть начинается всё с того, как вообще выбирать, выбирать, на ком человек женится, с кем человек сходится, да, то есть как выбрать себе спутника, чтобы потом этого не было. Ну вот, ну я, скажем так, обычно, когда меня спрашивают, есть, нас учили, шесть правил. Прежде всего, если ты хочешь выйти замуж, как бы, анули требования, приведи требования в состояние адекватное. То есть пойми, что принца на белом коне не будет, что ты встретишь парня, который будет хорошим парнем, и ты его сделаешь отличным парнем, первое. Второе — это покончить со всеми реинкарнациями. То есть если у тебя были до этого знакомые, убери фотографии, сотри смс, сотри телефоны, третий, четвёртый, вообще это убери, да. Дальше посмотри, что этот твой парень, за которым ты собираешься замуж, он свободен. Он свободен в смысле, что он не женат на работе, на каком-то своём увлечении, на коллекции, на самом себе, на своей славе, на своей гордости, что у него есть место в сердце для тебя, сколько места, сколько тебе нужно. В том, что он не манипулятор, не деспот. Это тоже важно, что он даст тебе место проявляться в своём жизни. Предпоследняя реакция — это предпоследний вариант. Никогда не выходи замуж за потенциал. То есть ты говори, я сейчас за него выйду замуж, потом я его поцелую, он станет принцем, он исправится, он станет лучше, он расцветёт. Это алмаз, который требует огранки. Нет, то, что ты имеешь, то, что ты получишь, если он изменится, то только к худшему не жди. И шестое — это посоветуйся, ещё с кем-то посмотри, чтобы кто-то ещё посмотрел. Например, что это я сейчас привожу? Как построить семью, да, как не попасть в такую семью, в которой человеку хочется какой-то другой женщине, по всему какого-то другого мужчины. То есть с самого начала это всё строительство совместное, совместное, совместное. Тебе же не хочется, например, чужую руку. То есть ты не можешь захотеть и сказать, я хочу руку Ганса или руку Василия Петровича или ногу. И если эта связь, она вот так вот зародилась, когда в сердце друг к другу поместились, общее сердце у людей, то и по-любому деяния не будет. Получается, чтобы человеку-то всё равно в испытание попасть придётся, а как их пережить потом? То есть выжить эту горю, да, скажем так, пережить? Ну да, пережить. И испытание будет для глаз. Вопрос, где остановиться? У меня мой ровень, ему было где-то хорошо от 100 лет. И он как бы и отпраздновал 80 лет совместной жизни с женой. Как-то мы сидели с ним, несмотря на огромную разницу в возрасте и то, что это был как бы один из новых, как сказать, ну, этот человек легенда в Иерусалиме, он был очень открыт, я ему сказал, скажи, родствен, а ты когда-нибудь изменял своей жене? Он замолчал. И, говорит, лет 15 назад ехали мы из Днайбрака в Иерусалим. Я возвращался после урока. И мы проезжали, и там темнота, и машина периодически фарами выхватывает какие-то участки из тьмы. И я увидел билборд, а на нем была какая-то девушка. Ну, билборд – это такой, знаешь, дорожный такой реклам. Вот. Я увидел и сказал себе, подумал, моя жена уже не такая молодая. Я говорю, и что? Вот, видишь, вот бывало. То есть вот такая у меня измена. За 80 лет. Вот я часто говорю, дом, он как остров, и надо, чтобы хотелось в нем спрятаться, найти покой. То есть всякий момент, когда тянет уже не на остров, это уже значит, надо бить в колокол лагер, грубо говоря, и искать причину, да? Чтобы не дойти до крайниц. Да. Я помню, мои знакомые спросили, спросили, скажи, пожалуйста, вот когда ты смотришь на мужчину, что ты в первую очередь смотришь? Она сказала, это мой муж или нет?